вот по этой улице я спускался к заводику который находится на берегу реки название которой я не могу повторить но когда я повернул в эту улицу я не мог поверить своим глазам что мне нужно спускаться вот сюда вниз а компания оказалась с левой руки здесь огромный паркинг для больших грузовиков а мой трейлер уже вон там стоит охлаждается потому что повезу отсюда я замороженную картошку френч фрайс ну пока они готовят эту картошку пойду-ка я посмотрю что это за красивая такая река с таким длинным названием которые я даже не могу произнести а там дорога на сваях первая по-моему штат мэйн город белфаст был фас мэйн музей на улице так сказать короче название речки я и не прочитаю нас сад а совал и короче я не могу ее прочитать какое-то индейское название походу здесь уже вон там выход в океан потому что очень так океанским призом несет морскими котиками свежей рыбой пахнет ну и вот здесь такие лодки стоят огроменные пока приготовят мой груз а я за ним наблюдаю потихонечку никто не выходит не зовет меня я погуляю по мостику через вот эту речку даже люди рыбу ловят здесь что-то плавает хочу сказать что за всю мою дальнобойную жизнь 20 лет в америке в штате мэйн я второй раз брокер дал груз мне сказал что это будет пикап нью-хамшири находится в нью-хамшири но когда я получил подтверждение на груз оказалось что надо ехать аж за портланд мэйн асфиши асфиши брейли you like that you like that но окей ничего не поймал говорит только селедка а ягод селедку не люблю пойду говорит где-то ловить другую рыбу ну вода мутная что-то вообще мне не нравится цвет воды а то тут может быть рыба ну а сам вид для такого маленького городка с такой пристанью нормально но я думал вон там уже вдалеке там точно выход в океан живу я на берегу тихого океана а гуляю сейчас можно сказать на берегу атлантики эта речка выходит в атлантический океан что-то поймал мужик только его тут нету а удочку часу тащит это вот спокойно стоит леска не натянута а тут он что-то дергает прям ну не знаю никого нету тащит так у тащит не моя забота а а вот тут вот такая мемориальная доска чьи-то имена написаны я спросил по какому поводу сюда положили эти кирпичики ну говорит мемори мимо память я не знаю нужно ли это делать что все ходили по этим именам ну видимо такие у них обычаи фотографии по налепили заклеили не промокающей наверно пленочкой и вот какая-то история тут 1894 году была проложена железная дорога и все это бла-бла-бла оказывается тот заводе где я ждал груза это было вообще не то место я должен был загружаться холодильник фризер оказывается вот здесь и посмотрите что из себя представляет новая англия я со своим траком тут короче как тихоокеанский корабль вошел на какую-то речку машины снуют вокруг меня мне нужно было сдать быстренько в дверь нужно обладать незаурядными навыками чтобы на такой узкой улице загнать этот сарай вон в ту дверь живописные ступеньки из натурального камня ведущие прям на берег реки вот хотел вам сказать куда только не занесет дальнобойщика жажда наживы ведь мог же я выгрузиться в бостоне и поехать себе спокойно к своему другу сто майлов сто майлов полтора часа я уже в спрингфилд массачусет жарю шашлык со своим другом ну думаю да нет жар каша надо еще копеечку поднять вот и договорился с брокером и занесло меня вот в этот белфаст штат мейн я не говорю про тех бедолаг которую купили траки триллера на выплаты и гоняют теперь положив язык на плечо чтобы рассчитаться с долгами я говорю про таких людей у которых весь эквипмент выплачены и они делают это дело ради того чтобы набить свои карманы сырмяжная но правда посмотрю я еще на эту бухту выход залив как он называется я не моряк не в курсе короче ну вот они все стоят на рейде готовятся на старт сейчас приедет главный полицейский даст отмашку и они все попрут в открытый океан я так думаю мужик мачту поворачивает наверно паруса будет натягивать уходит наверно как только первый ветер поднимется достойный будут они уходить из бухты надежды в бухту любви наверно а вот он такой небольшой кораблик но яхта спускают его на воду посмотрим как происходит этот процесс они привязали ее к причалу чтобы она не ушла самоходом когда уже опустится полностью на воду давай 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 вот и все спрыгнула нет еще не спрыгнула нет тяжелая тяжелая сидит на трейлере тут уже она сошла и я пошел смотреть что там с моим грузом все поехал я из этого штата мэйна до моего друга андрея штат массачусетс жарить шашлыки а